Горячее питание во время пребывания в школе является одним из важных условий поддержания здоровья и способностей к эффективному обучению. К тому же в школе дети проводят значительную часть своего времени, а легкий перекус с фастфудом, чипсами или сухариками со временем может подпортить здоровье. На сегодняшний день в 350 школах области организовано горячее питание. Общий охват учащихся чуть больше 74,5 тысяч. Из них бесплатно питается 57 192 учащихся. В 19 школе города Уральск с самого утра у плиты крутятся повара. Варят супы, компоты и пекут пирожки. В меню также входят каши, фрукты, мясные блюда и молочная продукция. Никаких вроде бы пока жалоб не было. Детям все очень нравится. У нас как бы разнообразие в меню. Вот сегодня, например, у нас гречка, тефтели, компот, хлеб. Сегодняшний у них этот меню. А так у нас, они очень любят супы и дети в основном. Дети из социально уязвимых семей полностью охвачены бесплатным горячим питанием. Помимо этого его получают и ученики начальных классов. Санитарная норма питания и калорийность пищи здесь под особым контролем. Дети прекрасно кушают все до конца. Питание каждый день я сама проверяю. Столовую полностью сама, пищеблок проверяю. Работников, кухонных работников проверяю. Ну, выпечки у нас постоянно каждый день свежие. У нас практически вообще не остается, потому что дети хорошо разбирают, кушают. В управлении образования говорят, что бесплатный горячий обед для школьников обходится бюджету в 180 тенге на одного учащегося. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.